добрый день с вами канал для тех кому за с вами галина осенний лес желание найти сильные очень грибов вышли в лес часа на два не знаю получится ли что за два часа найти сырогешки есть какие-то там гадости есть грибов пока не видим обязательно когда найду покажу пока встречаются только одни поганки вот видите но композиция очень красивая и мох и листва осенние такого количества поганок я не встречала никогда это белые поганки помню бабушка мне говорила если растут белые поганки значит еще рядом где-то белый гриб но белого гриба я не нахожу вижу только белые поганки вот это тоже белая поганка посмотрите какая она огромная посмотрите какая она красивая но чем не хороша бледная белая поганка красная сыроежка очень яркий цвет поэтому я его собирать не буду говорят чем ярче цвет у гриба ну я имею ввиду про сыроежки тем желательно их меньше собирать вот пусть она растет представляете на зеленой тут травке листве вот такое яркое красное пятно да мы поддались влиянию массовому выехали на дачу решили посетить лес но как видно в нашем лесу не судьба найти грибов но попытаемся еще немножко пройдет ребята вот первый гриб это такой маленький дохленький подберезовик его немножко поела улиточка но придется взять он же первый но мы по-прежнему в лесу по-прежнему ходим ищем то что съедобное потому что несъедобного неограниченное количество и что я хочу порассуждать о грибах вы знаете когда находишь гриб сначала живешь надеждой ждешь сейчас вот я щас найду я буду первые найду самый-самый что именно есть хороший гриб это является твоим стимулом потом когда ты находишь к хоть какой-то гриб уже приятно но стимулом что является опять найду лучший гриб а когда ты его находишь у тебя появляется стимул в миллион раз больше и ты все ищешь глаза твои бегают то есть ты как бы с грибами играешь в какую-то игру ну кто ходил по лесу тот прекрасно все знает как искать грибы это огромное удовольствие даже если час полтора вы проведете в лесу то это просто необыкновенная сказка вот пока я с говорю одни поганки вот хотя у меня вы знаете а бабушка говорила каждый входящий вес но это в период тогда когда есть грибы найдет свой гриб то есть для каждого грибника свой гриб растет раньше когда я была маленькая мы ходили в лес вы знаете у меня в памяти осталось поднимаешь веточку елки а там белые грибы сидят я всю жизнь живу этим воспоминанием вы знаете ни разу не удалось такого увидеть много-много лет конечно прошло и ну да попадаются там грибы конечно но не в таких количествах ветки трещат видите надо перебираться через все но красота ребята лес это что-то даже если вы без грибов идем дальше еще красота тоже березовик но уже улитка его не поела это муж нашел у нас два подберезовика еще один подберезовик но только подберезовики а так хочется беленький на эти ребята ну что начинаем собирать а это несъедобный гриб это вы знаете мухомор только он не красный а вот видите в пятнышках видите ну пусть растет посмотрите как красиво а вот и красный мухомор ой прямо как на картинке красота вообще в лесу много грибов но они все разные то есть мы ищем те которые съедобные это же понятно да у всех название грибов разное всех называют по разному любом районе области вот пожалуйста рядышком еще какой-то грибочек растет я даже не знаю что это за грибок но это не из той серии которые мы желаем найти а воздух в лесу ребята просто шикарный посмотрите солнышко проникает сквозь деревья голубое небо не витринки одно удовольствие ходить по лесу и пока еще травы и вообще-то и уже травы наверно нет на рынке очень много у нас продают грибов разных поэтому все поддались массовому влиянию и значит отправились в леса мы сегодня ехали вдоль дорог столько машин стоит то есть люди высаживаются определенных местах и естественно идут на поиски грибов но пока беленьких мы не нашли их мухоморов конечно много поганок много погоды шикарная продолжаем гулять знаете такая красота пахнет хвоей вот уже начинающий ну преть листвой я даже не знаю такое многообразие запахов посмотрите я сейчас нахожусь тут и березки и осины и маленький орешник необыкновенная красота воздух сказочно просто ну грибов конечно вы сами понимаете больше всяких вот например едете несъедобных хотя говорят мухоморы тоже что-то с ними делают в лечебных целях а вот съедобных что-то я не нахожу так хотя вот подождите вот какая-то лисичка попалась вот лисичку сейчас представляете корень здесь такое дерево было и когда-то наверно она упала и вот этот перегнивший корень уже хотя вот деревья смотрите березы валяются вот и не а кстати я не сказала мы находимся в одном из московских лесов вот видите это тоже корень огромный вон тот темный вот от этой березы вот так что вот можете представление иметь какие некультурные леса бывают москве ну вот друзья мои я нашла старый белый гриб не тут в общем-то крепенький это не подберезовик это старый белый гриб но похоже что его никто не поел не черви вот улитку подкусал немножко поужинал им это вот единственный пока белый грибок ребята посмотрите какая красота это муж нашел подосиновик это такой красненькие шляпочки у которых есть подберезовик белые а это вот красным красно-оранжевые шляпочки вот это подосиновик называется здесь как раз осины растут посмотрите какая красота прелесть посмотрите как красиво растут лисички стоять и красота какая здесь их в общем то видно ну хотя вот листва уже желтые можно их и не заметить красиво так вот мы пришли из леса и это результат нашего плодотворного труда но в основном вы видите это лисички я их положила в тазик сейчас буду мыть и чистить вот здесь под березовики вот этот красненький подосиновик в основном лисички конечно то есть мы гуляли где-то час час десять вот за час десять мы собрали эти грибы в принципе ты неплохо и погуляли воздухом подышали не зря сходили в лес то есть можно пожарить что-то а может быть даже заморозить посмотрю какие они и так всего доброго до новых встреч ставьте лайки если понравилось и ходите в лес